Здравствуйте! В эфире студия Факт. Специальный выпуск новостей, посвященный выборам президента Российской Федерации. Наши съемочные группы продолжают работать на избирательных участках. О ходе голосования мы рассказываем в течение всего дня. Главное – к этому часу. Время выбирать. Большая часть избирателей Тазовского района уже сделала свой выбор. У остальных еще есть время. До закрытия участков – 4 часа. Не можете прийти на участок? Тогда мы идем к вам. К тазовчанам, которые по уважительным причинам остаются дома, представители избиркомов выезжают сами. Зима. Прощай. На площади у районного дома культуры прошли народные гуляния, посвященные Масленице. Оленеводы и рыбаки, у которых тазовская регистрация, а еще многодетные семьи и сотрудники нефтегазовых компаний. Сегодня на участке номер 1104, расположенном в здании аэронавигации Севера Сибири, было многолюдно. И голосование пришелся на полдень. В этот момент там работала съемочная группа студии Факт. О выборе, сделанном за надежное будущее, расскажет Наталья Горкина. Мама, папа и сын. Они заходят в кабинки для голосования и выходят оттуда одновременно. В год семьи в России, детство на Ямале, тазовчане Ричабовы решили, что если изъявлять свою гражданскую позицию, то непременно всей семьей. Это будущее нашей страны, будущее наших детей. Сколько важно было прийти именно с семьей? Очень важно показать детям, что мы все вместе выбираем будущее нашей страны, наших детей за безопасность, за честный выбор. На участок сегодня приходят не только семьями, но и целыми коллективами. Они ехали с месторождения в Тазовский примерно час. Коллеги и подруги Наталья Некрасова и Елена Афонина работают в химико-аналитической лаборатории одной из компаний ТЭК. Сейчас на вахте. Постоянное место жительства в соседней Югре и Самарской области. Поэтому Наталья и Елена заранее воспользовались системой «Мобильный избиратель», прикрепившись к участку номер 1104. Мы хотим выразить свою гражданскую позицию. Сейчас очень непростое время в нашей стране. Поэтому мы считаем, что каждый человек просто обязан прийти на выборы и сделать свой выбор во имя того, во имя мира в первую очередь, во имя того, чтобы все были живы, чтобы наша страна развивалась, чтобы у нас, у наших детей было будущее надежное, спокойное. Мы верим в нашу страну. Да. Я согласна с мнением моей коллеги. И хотелось бы, да, чтобы Россия развивалась. Очень сильно переживаем за будущее нашей страны, за будущее наших детей и внуков. Кстати, этот участок, расположенный на Пристанской 23, самый маленький по числу избирателей. К нему прикреплены 734 человека. Из них 560 проголосовали в первые два дня. В воскресенье, по данным на полдень, свой выбор здесь сделали еще порядка 35 северян. Люди идут активно. Первый день был, конечно, активный, наплыв людей. И вот сейчас, я думаю, что основная масса сейчас будет доходить в воскресенье. Мы еще планируем проехать. У нас было вчера надумное голосование. И сегодня у нас есть еще, поступили заявления от граждан. По предварительным данным, проголосовать на дому пожелали 25 тазовчан. Кстати, на участке номер 1104 свой выбор делали не только взрослые, но и дети. Юные северяне голосовали за самого популярного персонажа из советских мультфильмов. Кстати, в УИКе обещали детские галочки подсчитать не менее ответственно, чем взрослые. Ведь это будущие избиратели, которым лет через 10-15 тоже предстоит выбирать путь страны. Наталья Горкина, Максим Епишин, Студия Факт. Выборы на выбор. Реализовать свое гражданское право и принять участие в голосовании северяне могут несколькими способами. Заранее на досрочном. В день выборов на участках или не выходя из стационара поликлиники, например. О возможностях, доступных каждому. Екатерина Хумичева. Полгода на передовой и заветные полтора месяца дома. Андрей Лапин, участник спецоперации, с начала марта находится в отпуске. Проводит его в кругу семьи в Тазовском. В первый же день пришел с супругой на избирательный участок номер 1103, чтобы отдать свой голос за сильную и смелую Россию. Для своего президента и проголосовал. Насколько важно, очень важно. Поэтому и пришел в первый же день, чтобы уже проголосовать, отдать свой голос. Россия будущего какая она? Не на многое изменится, но в лучшую сторону. Мирная, развивающаяся. Для тех, кто по уважительной причине не может дни выборов президента России посетить избирательные участки, организовано выездное голосование. Среди тех, кто сегодня ждал гостей, Елизавета Горшунова, ветеран труда России и Ямала, вдова участника Великой Отечественной войны, уже несколько лет не может присутствовать на выборах лично. Поэтому выборы пришли к ней. Елизавета Яковлевна до сих пор помнит свое первое голосование. Юная девушка принимала в нем участие в родном селе Республики Татарстан. Помнит, что даже тогда к бабушкам и дедушкам отношение было особое. Их привозили на избирательные участки на лошадях. В прошлый год приходили, позапрошлым годом. Ноги вот болят, не хожу никуда. Хорошо, молодцы, приходят. Конечно, надо голосовать, как же. Если мы не будем голосовать, да как же. Ну, мы-то ушел, старики-то туда-сюда. А молодежь-то что, долго дойти, что ли, Господи? В свои, как говорится, свои мысли сюда отметить и все. Переносная шерма. Здесь все необходимые документы. В вашем руке здесь вообще? Александр, в той ящик. В каждом поселении муниципалитета работают члены избиркома, которые придут на помощь вне зависимости от места, где находится северянин. Представители избирательного участка номер 1102, например, посещают стационарное отделение поликлиники в районном центре. В удобных местах располагают переносную шерму и дают достаточное количество времени, чтобы избиратель определился с выбором. Определяется день голосования, как удобно избирателю. В этот день голосования мы приезжаем на дом. Поступило уже более шести обращений до дня голосования, до 15-го числа. Ну и вот в течение трех дней еще обращения тоже поступают. Также поступило более шестидесяти заявлений от граждан, которые находятся на стационарном лечении в Тазовской центральной районной больнице. Добавим, что сегодня члены избирательной комиссии номер 1102 посетили еще трех северян, которые оставили заявки для голосования на дому. Всего же в Тазовском районе в голосовании за пределами избирательных участков приняли участие около трехсот северян. Екатерина Фомичева, Анатолий Чернышев и Максим Епишин. Студия «Факт». За ходом выборов на Ямале следят более 1300 общественных наблюдателей. Почти половина из них назначены общественными палатами Ямала и Российской Федерации. Непрерывно в режиме мы во взаимодействии с общественными наблюдателями. По той информации, которую мы получаем со всех постоянных избирательных участков, от наших наблюдателей, обстановка спокойная, праздничная. Люди идут очень хорошо на избирательные участки и это действительно радует. Наши наблюдатели также вчера отмечали, что наблюдается усиление охраны правопорядка на избирательных участках. Тем не менее, избирателями это воспринимается с пониманием, учитывая те провокации, которые в ряде регионов Российской Федерации уже были совершены, не совсем понятными людьми и с непонятными целями. У нас, слава богу, такого нет. Продолжаем наблюдать дальше. И уверен, что сегодняшний день закончится тоже на позитивной ноте. Сегодня последний день Масленичной недели. Лучшее время для того, чтобы угоститься блинами и проводить зиму. В Тазовском на площади у районного дома культуры состоялся сегодня большой фольклорный праздник. Народное гуляние с интерактивной площадкой, блинная перезагрузка, концертная программа с участием приглашенных коллективов, хоккей в валенках и многое другое. В репортаже Екатерина Зайцевой. Вот она, так называемая граница между зимой и весной. Масленица. По восточнославянским традициям праздник отмечается в течение недели. Сегодня финальный день, воскресенье. И как раз поэтому на площади районного дома культуры устроили народные гуляния. Открывает праздник концертная программа от московских артистов. Для тазовчан со сцены звучат хорошо известные русские народные песни в исполнении фолк-группы «Талеца». Также гости выступают и со своими хитами. У нас настроение уже хорошее, музыка играет, нравится все. Сейчас пойдем, наверное, шашлычков пока поедим. Кому шашлык, а кому символ масленицы подавай. Одно из мест, привлекающее внимание тазовчан – палатка с блинчиками. Готовится буквально за минуту. Цена, по мнению покупателей, приемлемая. Без начинки 100 рублей, сладкие 150 и 200 за лакомство с начинкой. Есть на ветчина, сыр, грибы, сгущенка и простые блинчики. А какие чаще всего покупают? С ветчиной сыра. Ну, атмосфера хорошая, люди приходят, покупают, нравится. Блинчики мы любим почти каждые выходные. Ну, дети уже пекут сами постарше. Начинки там есть яйцовые, с фаршем, какие там хотят уже. Семья готовит, супруга готовит длины уже с первого дня. Все кушаем, все празднуем. Очень нравится. Участников теряем памяти. Развлечения на каждом шагу. Организаторы праздника приготовили для детей десятки активностей на трех площадках. Сейчас юные тазовчане соревнуются в эстафете на санях. Параллельно идет хоккей в баллингах для всех желающих. Также проводятся подвижные конкурсы и головоломки. Мы пришли с семьей, с коллегами по работе. Мы пока еще только посмотрели, определяемся, поиграем в игры. Вот прекрасный день сегодня. Мы рады. Северяне отмечают эту масленицу с размахом. Несмотря на морозную погоду, на площади районного дома культуры сегодня собралось порядка 200 тазовчан. И у всех настроение светлое и весеннее. Екатерина Зайцева, Денис Михайлов, Студия «Факт». Таковые новости к этому часу смотрите сразу после завершения выпуска видео-версию районного конкурса детского творчества «Полярная звезда». В 19 часов эфир выйдет итоговая панорама недели. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok